Демо показывает пример применения блокчейна на кейсе лизинга автомобиля. И вот в этой демке прикручен вот этот инструмент, который называется блокчейн explorer. Он показывает, собственно, позволяет перемещаться по блокам, посмотреть список транзакций, которые в этом блоке были записаны. И всякую статистическую информацию, которая попросится в собственном блокчейне. Это система такая. С средствами смарт-контракта, насколько я знаю, это… Блоки создаются… Снаружи доступно? Да. Это есть аркетент. Гарнисинг демо Hyperledger. Сейчас это развернуто у нас в лаптопе. И в принципе в BlueMix это тоже спокойно ложится. За час разворачивается. Есть еще сейчас новый тул. Они выгодили недавно в прошлом месяце. Я, по сожалению, не видел его еще пока рабочим. Называется Sella для ланчей. Это более функциональная вещь, которая предназначена для серьезного администрирования. Есть, кстати, интересная вещь. Hyperledger Pro. Это система, с помощью которой ты можешь относительно… Ну, из браузера посмотреть, какие транзакции проходили, с какой скоростью. То есть это такой первый шаг к тому дебаггингу своей системы. Потому что когда ты создаешь систему для какой-то организации, заранее спрогнозировать, какова будет пропускная способность, очень тяжело. А для многих в ТЗ прямо прописано, что 2000 транзакций в секунду – это наше требование. И теперь для того, чтобы понять, ты должен написать… Зависит, естественно, от удаленности нот, от сложности смарт-контракта, сколько он будет выполняться на каждой ноге. И теперь, чтобы хотя бы начать все это дебажить, тебе нужны какие-то инструменты. В принципе, он может помочь начать хотя бы все это делать. Вот эта штука… Это отдельный проект? В смысле, их можно использовать и в городе… Да. То есть все проекты… Смарт-контракты выполняются внутри докер-контейнера на ногах. Результаты своих действий сохраняют в начале в chain, потом в state. В chain пишется только ID транзакция. Результат транзакции в чеке сохраняется. Сохраняется ID транзакция, название функций, переменной, в том, что добыли перед этим. И… Атрибуты, по-моему, еще. Сейчас отрибуты. То есть это какой-то отличительный… Да. Терриум. То, что там выполняется внутри, а тут выполняется вне. Тут такой решительный… Так тяжело говорить, там очень много различий. Больше отличий… Более кардинальные даже. Еще вопрос. Если я делаю свой проект на эфириуме, я создавлю смарт-контракт, кладу его в сеть, его обрабатывает, понятно, кто. Думай. По всему миру разбросил. Это, конечно, не авокалит. То есть на эфириуме можно сделать свою технику? Да можно. Это называется TSN, это все понятно. Если я хочу сделать… То есть это в серьезном проекте. Если я хочу сделать серьезный проект на Hyperledger, то я опять-таки кладу… делаю, пишу код, кладу его в сеть, там бошный код, и дальше кто его обрабатывает. А вот ты должен пойти и договориться, кто. Пойдем и договориться. Да, ты должен определить, кто. А если я ни с кем не договорюсь, то ноль человек будет его обрабатывать. Деплотности нет. Деплотности нет. Да, это… Как происходит с деплойком? То есть все происходит через API. Либо REST API, либо какой-то… То есть появляется запрос. В случае… По-моему, в обоих случаях это JSON-запрос, который вы указываете, что за смарт-контракт, откуда его взять. Какие… Сейчас. То есть мне нужно что-то давать в соте. Помимо прочих… Ты должен понять, кому здесь система нужна. Помимо прочих параметров, надо указать security context, так называемый, с ключами. Кто может это делать, считать? А были попытки криптовалюты на… Да. Моделировать… Теоретически… Так, как заменяемые… Это закрытая система. Я понимаю, да. Но в качестве эксперимента… Да нет, конечно, будет. Есть такие проекты. Где такие проекты? Да. Соответственно, если… Они не очень внимательны, потому что… Они не очень внимательны, потому что… Открытая система, вы лучше с этим справляете. Не, я понимаю. Поощрять. Соответственно, да. Можно построить, если надо. А вопрос про защищенности. Как это общая локальная сеть? То есть, если это, собственно, в интернете и открыт, то есть, он защищается… Зависит от того, как ты сеть построишь. Ноды должны идут в другом виде. VPN, не VPN. Это уже задача создателей сети. Настроено. Hyperledger – это уровень шифрования данных, уровень закрытости контейнеров. То есть, это шифрование на программную часть. Понимаете, если аппарат на твою ноду взломали, то, в принципе, теоретически можно пытаться подменять данные, но она не сможет другие данные подменить на других нодах, потому что ее отметят как ноду неволизбы. Насколько я помню, там даже если взломали какую-то одну ноду, то контракт, он подписывается двумя сторонами. И, соответственно, пока второй не подписан, что да, я согласен на ту или иную транзакцию. Ну, он обычно больше подписан. Два – это редко. Минимум, минимум. Четыре. А, тем более. У нас есть четыре ноды. Один из моих будущих сервис, три, соответственно, другие могут подписывать. То есть, даже если одну ноду взломали, все ключи известны, то все равно и то там. Да, данные. Короче, защищенность высокая. Вопрос. Чем получил? Вопрос. Вопрос. Что собирается? Назве otherwise? Как вы думаете, у нас же организация it Ethereum? Пропускная способность к транзарции в сотню тысяч раз не получается. Чесненькие все overarching. Потому что нет никаких портов. Нет, cuz Okech 실�ы. Комиссии высокие, да? Вопрос. Как мы получилось? Продолжение следует... Для финансовых организаций, замена шифрования шпейлиума не работает. Здесь ты можешь, за счет того, что это конкурс проект, взять, выкинуть систему шифрования, либо у себя локально, либо залог на службу, где тоже подходит, как каждая компания относится к консорциям. Выложить, не выложить, оставить у себя, скачать, уменять, прийти на совет директоров, честно, уплоти, переначаться в команду. Опять, что вы знаете, я хочу, чтобы было вот это. Тебя выложу, пропишу, коррекция. Вот тут ты можешь на это повлиять. Это open-source-система, это не чьё-то решение. Это open-source-система, которая позволяет делать что-то. А можно сделать вот так, чтобы открыть на чтение всем? Это внешний API через шлюз, допустим, а вот прям, чтобы сам блокчейн читать. Сделать регуляторы, открыть его ключи. Можно, да? Это инструмент, не готовая система. В принципе, можно дать доверие таким образом, что пускай там закрытая система, состоящая из шести главных чуваков, они публикуют информацию. В принципе, к каждому из шести можно подключиться, посмотреть, что эта транзакция действительно там записана. Но запись имеет только вот консорциум из этих шести, там, условно. Ну, это SWIFT, как образовывался, да, то есть виза, там, ну, как клубная система, там, ну, как бы, все, что в клубе, они друг другу доверяют, они договариваются между собой, консенсус полный, стопроцентный, ну, или пускай там две трети. Они доверяют, но, опять же, хотят быть уверены на продажном уровне, что никто друг другу не доверяет. А блокчейн-то биткоина, он в том-то суть, что там все друг другу не доверяют и никто никого не знает. Ну, в целом, там сама-то задача тверет к тому, что не доверяют. Можно построить определенный механизм создания динамического добавления нодов. Можно накрутить палочки для суши в батон хлеба и сделать из него торнебусы, но и прочее. Я очень много новичок в этой теме, поэтому, может быть, на примере, в котором вы сказали, система международных переводов. Есть там 10 блоков. Версия 0.6 у всех участников есть бизнес-логика смарт-контракта. На уровне бизнес-логики прописано, что мы должны залезть в такую лечейку, мы должны взять счет такого абонента, проверить, есть ли у него достаточная сумма для перевода. То есть мы должны запрограммировать бизнес-логику. Что значит для нас транзакция валидная? Проверить наличие денег, проверить, чтобы были реквизиты все заполнены. Это означает, что мы проверим. Соответственно, все ноды в версии 0.6 запускали у себя этот смарт-контракт. Они даже не знали, что они запускали. Соответственно, все запускали и получали какой-то результат. И все говорили, что хэш этого результата вот он. Хэш этой функции результатов такой. Если хэш впадал, значит, они впадали в консенсус и, соответственно, все записывали из себя. Изнутри смарт-контракта. Ты внутрь смарт-контракта, как нода, не имеешь доступа. Зачем? Да. Зачем всем измарт-контракта? Как они проверят, что деньги будут переведены? Они не проверят, проверят их ноды. Они внутри ноды не могут получить доступ к этим данным. Так построена система. Докер-контейнер полностью изолирован от внешней среды. Ты можешь только запустить, посчитать и получить на нас хэш. А что внутри контракта тратится? Если бетериум и газ, то лучше что будет? Ничего нет. Ты не должен. А я могу задосить сеть? Если я хочу задосить сеть, я могу это сделать? Как вообще биткоин-комиссии появились? Им так и не появились. Люди гоняют деньги по кругу, чтобы выводить. Да. Это открыт систему. Здесь у тебя все участники известны. Ты сразу найдешь бетоксера и не ешь. Ты видишь маршип-сервис и его... Да, что это банк ВТБ. Хорошо. И его, соответственно, вбирать. Включаются традиционные механизмы консенсуса. Хорошо. Любая транзакция, если где-то, смарт-контракт. Есть транзакция дипломента смарт-контракта. А то есть деньги нельзя? Деревести все равно, это надо вызвать какую-то логику. Можно создать смехи, если надо. Но это будет опять вызов смарт-контракта. Перевод из одной переменной трубы. Зачем внутри своя валюта, когда... Ну, это как подвалюта в эфириум, например, тоже вызов смарт-контракта некоторого. Ну, здесь никому платят не надо. Зероид есть на себя. Вот такой вопрос ещё. А вообще в Hyperled, часто, конечно, фабрика, что планируется там наполнить какие-то сервисы, например, облачные файловые системы? На самом деле, в Indiema есть продукт. Давайте Calldant. Calldant — это облачная система куч-либик. Построена на основе куч-либик. И вот то, что я вижу в Bannels, потому что они собираются привязывать SQL к NoSQL базе даток. Я думаю, как раз, может быть, IBM собирается какую-то часть это выдать в OpenSource. То есть это, в принципе, уже... Я не знаю, можно ли блокчейн называть облаком, да? Много статей, которые написаны, как там вообще облака пересекаются с блокчейном. Кто-то говорит, что блокчейн будет запускаться облака по IBM, соответственно, в BlueX это можно делать. Кто-то говорит, что, в принципе, блокчейн-сетка станет сама облаком, да? То есть на технологии Hyperledger ты можешь построить решение, которое у тебя создаст платформу запуска твоего какого-нибудь кода, да? То есть конкретно там уже есть учислительные средства. Да. Ну, на самом деле блокчейн, он основан на фазовой сети. То есть в фабрике реально прописано то, что сама система... Возможно, когда ты пишешь смарт-контракт. И когда смарт-контракт сейчас можно делать вычисление, можно обращаться к стейту, то есть получать какие-то такие примитивные атомалы и какие-то другие возможности там будут, потому что я уявляю. Есть какое-то понимание? Смарт-контракт запускается внутри докер-контейнера. Докер-контейнер после своего выполнения благополучно умирает, теряя абсолютно весь стейт, который внутри него. Это на файловой системе. Зачем? То есть это неправильные концепты проектирования приложения. Приложение, чтобы масштабировалось, оно должно быть стейтлесс. Если мы начинаем делать завязки на файловую систему, допустим, мы сделали какую-то завязку на файловую систему, что-то туда положили, у нас динамически изменилась конфигурация сети, и появилась нода, где того, что мы клали в файловую систему, нет. А мы на это рассчитываем. То есть это неправильное распространение облачного приложения. Это стейтл состояние, и оно уходит от этого всего. То есть мы должны для правильного масштабирования строить правильную систему. То есть я думаю, что завязки на файловую систему будут видеть. Еще обсуждались. Есть Lightning, есть другие, которые позволяют объединять сети. То есть блокчейны между собой объединять. Hyperledger, в частности, он тоже может выступать в роли такого механизма, и там есть внешние события. А в Hyperledger, насколько я понимаю, есть ивенты. Но вот как бы в самих контрактах, если они в ограниченном, то есть в изоляции, в песочнице, то как они ивенты могут внешне... Они наружу могут смотреть спокойно на любые эндпоинты. При интеграции с внешней системой, да, возможно, что смарт-контракту придется дернуть какую-то запись из базы данных. Эндпоинт называется? Ну, как бы REST и REST. Есть порт. Есть порт. Специально отведенный в геалстике. И эти ивенты, соответственно, можно сделать под... То есть на самом деле там отдельная голова концепции ивентов. То есть там планируется написание определенных драйверов для различных систем, такие как Kafka, база данных. Соответственно, ты можешь напрямую ивенты слать, допустим, в Kafka, и у тебя там уже твоя распределенная система мессенджек будет по твоим системам замедляться. Я вот из, опять же, встречи, которые с Бери, я понял, что Apple Ledger, он незаменим, где большое количество IOT, Internet of Things, то есть это интернет вещей. Internet of Things и блокчейн – это пока спорная вещь. То есть на самом деле появляется в нем смысл только с версии 1.0. Потому что когда мы говорим о интернете вещей в блокчейне, у нас всегда одна и даже проблема. Потому что интернет вещей генерирует достаточно большое количество ивентов, которые нужно хранить. И хранить на самих этих небольших устройствах в связи с чьейн нереально. Соответственно, мы должны как-то дело распределять. Я знаю то, что внутри IBM и ведется некоторые разработки. Какая часть пойдет в Hyperledger, какая там сюда еще – не могу сказать. Я к тому, что распределенный интернет вещей децентрализованный, его возможно сделать на такой архитектуре. А с Proof of Stake, Proof of Work – невозможно. Слушайте, там вообще… здесь это возможно. Да, да. Там это невозможно. Да. То есть есть проект интересный, IBM, он относительно open-source. BlueHorizen.network у него страница. Это IoT-проект, там есть блокчейн, ну просто зайди почитай. Ну и в перспективе опять же те же умные агенты, да, которые тоже могут жить в этих блокчейне. И как бы Ethereum не очень вообще может справиться со всем этим делом. Может быть и Hyperledger когда-нибудь перенадится. А у него как бы смарт-контракты запускаются. То есть четыре компьютера на них запускаются, четыре других, а сетка миллиард устройств. Можно у меня последний вопрос? Архитектура Hyperledger хорошо ложится на, например, NRD. Может захотеть использовать Hyperledger или нет? Может. Почему? Национальный расчетный тип истории. Прямо сейчас, да? Да, понятно. Перерыв? Сейчас. А вот это будет тоже Hyperledger, поэтому мы можем это обновить. Платим. 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 Платим.